Так, что у нас есть еще? Ну, давайте глянем. А, у нас, я надеюсь, Сындук, который мы не глянули. Го, посмотрим. Это Шрек, которого мы потеряли. О, неплохой, думаю, будет видос. Шрек, конечно, офигенный мульт. Особенно первая часть. Так что, давайте посмотрим, что на эту тему сказал Сындук. Иногда так хочется хотя бы на денек снова почувствовать себя настоящим охром. Шрек — это любовь. Шрек — это жизнь. А еще Шрек — это многомиллиардная франшиза из фильмов, парковых аттракционов, книг, видеоигр, мерча и продвейского мюзикла. А также примерно триллион пародий самого разного качества и уровня безумия. Вполне вероятно, Шрек — одно из самых цитируемых произведений 21 века, и не только среди анимации. Но, как и часто бывает с культовыми фильмами, Шрек мог получиться совсем другим. Без едких шуток, без Фионы и Лорда Фаркуада, зато с огнедышащим огром и сросшимися в одну ведьмами. Но обо всем по порядку. И слава богу, что так не получилось. История Шрека началась в 1990 году, когда вышла одноименная книга Уильяма Стейга, известного детского писателя, карикатуриста и скульптора. Кроме названия, впрочем, с фильмом 2001 года она имеет не так много общего. Главный герой здесь тоже зеленый огур по имени Шрек, но нет ни антагониста, потому что Шрек сам вполне справляется с ролью злодея, ни даже болота, откуда нужно выгонять сосланных сказочных существ. Вместо этого, по сюжету, молодого Шрека выгоняют из дома его родители, чтобы он перестал сидеть на их огрих шеях и, наконец, продолжил семейное дело. То есть чинил хаос и страх везде, где появится. Это, кстати, у книжного Шрека получалось на порядок лучше, чем у анимационного. Дело в том, что местный огур реально страшное создание. Не только внешне, хотя Стейк пишет, что герой в два раза страшнее даже его родителей, тоже, надо сказать, не самых обаятных персонажей, но и потому, что местный Шрек настоящий зеленый терминатор. Забудьте о ворчливом, но в целом безобидном огре из мультфильма. Этот умеет пускать огонь изо рта и лазер из глаз. От его запаха расступаются даже деревья, а при попытке укусить Шрека ядовитые змеи бьются в конвульсиях и умирают. Вот это охуеть. В один момент даже сама погода, увидев монстра, решает его уничтожить. Шрека бьет молния, но он просто ее съедает. Киборг-убийца. Герой натыкается на ведьму, которая предсказывает ему будущее. Че это съел молнию, блин? Говорит, ты встретишь осла, он отвезет тебя к замку, там победишь рыцаря и женишься на принцессе. Еще более страшный, чем ты сам. В общем-то, ровно это в книге и происходит. Только по дороге Шрек еще успевает украсть у бедного крестьянина Фазана, с легкостью победить дракона и оказаться в жуткой комнате с сотней зеркал. А еще ему снится кошмарный сон, где его, вы только представьте, обнимают дети. Шрек очень короткая книжонка, всего на 32 страницы, причем значительную их часть занимают иллюстрации Стейга. Она задумывалась как... Блин, реально Рафланыча не сказка. ...история, которую детям рассказывают на ночь. Емкая, забавная и с прозрачной моралью. Очень забавная, очень емкая. ...в том, что любовь могут найти даже самые, казалось бы, ужасные создания. То есть, если ты урод, то есть, блин, мораль такая. Если ты урод, найдешь уродку, неси. Блин, ну такая себе мораль. Это какая-то дизмораль, а не мораль, блин. Чат. И о том, как важно оставаться собой, даже если ты огнедышащий бородавчатый огур с именем, который переводится с идиша, как страх. И тут вы бежите, сверкая пятками. Шрек — многослойный персонаж, прямо как лук, о чём он сам и говорил. Великаны как лук. Таким же многослойным был и процесс его создания. Образ озлобленного великана Огра из оригинальной книги с каждым новым скетчем обрастал характерными чертами. Какие-то детали отваливались, как сухая кожура, а какие-то срастались с героем, чтобы в итоге превратить его в самокат. Хороший, жаль только, что лук не возят. В 1990 году книга Стейга Шрек стала хитом и получила несколько престижных для детских книг наград. А уже в 1991-м историей заинтересовался не кто-нибудь, а сам Стивен Спилберг. Он приобрёл права на Шрека и планировал сделать из него традиционный 2D-мультфильм на своей студии Emblemation. На роль Огра тогда планировали взять Билла Мюррея, а осла должен был озвучить комик Стив Мартин. Но не сложилось. Проект так и не начали активно разрабатывать, да и студия Emblemation вскоре канула в лето, успев выпустить только три фильма, самые известные из которых «Балто». В 1995 году права на Шрека перешли студии DreamWorks, где Спилберг также был одним из сооснователей. В то время компанией руководил Джеффри Катценберг, амбициозный продюсер, который прежде был главой анимационного подразделения Дисней. Оттуда Катценберг сбежал из-за разногласий с руководством и теперь пытался сам построить анимационную студию, которая сможет на равных конкурировать с мышиными монополистами. В конечном счёте, именно Шрек стал козырем студии, на которой DreamWorks и отстраивал свою идентичность. Но до этого ещё надо было дойти, а на самых начальных парах Шрек не был приоритетным фильмом. Какое-то время он оставался второстепенным проектом, уродливой сестрой, как его назвали аниматорой компании. Работать над Шреком ссылали всех тех, кто как-либо провинился при работе на серию. На болото, блядь, ссылали. Ёзными картинами, вроде «Синбада» или «Дороги на Эльдорадо». Нас сюда сослали. Художники позже рассказывали, что пока их коллеги работали в нормальных офисах, команда Шрека трудилась в переоборудованной столовой. Ты будешь ты и дать. Ну, хоть не в болоте, зато, мол, можно было голову в раковине помыть, прямо не отходя от рабочего места. А ещё такие условия помогли команде почувствовать себя эдакими бунтарями, которые делают своё маленькое дурацкое кино, пока родители сидят в соседней комнате. Вот только тогда, в самом начале, ещё никто не знал, о чём будет Шрек. Идея напрямую адаптировать книгу Стейга отпала почти сразу. В ней попросту недостаточно материала для полнометражного мультфильма. На протяжении нескольких лет сценаристы и художники пытались перепридумать и историю Зелёного Огра, и самого персонажа. По ранним концепт-артам видно, что Шрек мог получиться очень разным. Его рисовали и более приближенным к книге, и более ярким и мультяшным, и совсем уж кошмарным чёртом с рогами. В общем, ослу могло нехило так повести с компаньоном. Более-менее финальный дизайн Огра придумал художник Майк Плук. Правда, на знакомого нам Шрека и он не сильно похож, потому что был частично срисован с актёра Криса Фарли, который на тот момент должен был озвучивать главного героя. Опять же, судя по концепт-артам, в ранних версиях истории присутствовали родители Шрека, вероятно, как и в книге, они выгоняли главного героя из дома. Была и ведьма, причём в какой-то момент та выглядела как сиамские близнецы и пугала Огра фразами вроде «It's voodoo time!». На одном из скетчей Шрек также пускает пламя изо рта прямо сквозь уши рыцаря. Свою способность к изрыганию огня Огар потерял совсем не сразу. Интересно то, что у создателей Шрека не только не было конкретной истории, они ещё и понятия не имели, как картина будет выглядеть. В отличие от того же Дисней, у DreamWorks рубежа веков не было устоявшегося стиля. Студия делала и рисованные мультфильмы вроде Синбада, и 3D-анимацию как Муравье Анца, и даже пластилиновый стоп-моушн-фильм «Побег из курятника» совместно с компанией Ардман. Он, кстати говоря, вроде был неплохой, я про «Побег из курятника», если я правильно помню. А вот мультсериал, по-моему, по нему был тоже. Вот он был какой-то, ну, не знаю, не очень прикольный. Экспериментировали как не в себя. В Шреке же анимат... Очень детский, что ли, получился. Или я путаю. ...и вовсе захотели попробовать технологию моушн-кепчер. Можно даже найти рисунки, где художники представляли, как скелет актёра-человека был соприкасался со скелетом Огра. В 96-м году для тестирования технологий сделали небольшую сценку. Сценарик которой, кстати, написал тогда ещё никому неизвестный Джей Джей Абрамс. В ней Шрек идёт по городской улице, напевает шлягер «I feel good», и на него нападает карикатурный грабитель. Преступник быстро понимает, что зря связался с Огром, но и этого ему мало. В какой-то момент ворюга допускает классическую ошибку любого геймера, наезжает на мамку Шрека. Огр такое терпеть не собирается, и катапультой отправляет грабителя куда-то высоко в небо. Тест не удался. Технология моушн-кепчер в середине 90-х ещё была недостаточно освоена. Анимация получилась кривой и попросту страшной. В какой-то момент аниматоры решили попробовать совместить моу-кэп с реальной съёмкой, построить физические миниатюры, декорации и в них вставлять компьютерных персонажей. Художник Джеймс Хегедус вспоминал, что они... Какой-то гига-гига-шрек. Аниматоры сделали 10-секундный ролик в таком стиле. Он как раз всем понравился, вот только делать полнометражное кино подобным методом было бы слишком дорого и трудозатратно. К тому же у DreamWorks к тому времени уже сложились хорошие отношения с компанией PDI, Pacific Data Images. Та делала более стандартную 3D-анимацию и работала, например, над муравьём Ансом. Ей же решили поручить и Шрека. Авторы DreamWorks, впрочем, всё ещё пытались собрать воедино историю мультфильма. В ней к тому моменту уже появился болтливый и саркастичный осёл на смену весьма пассивному животному из оригинальной книги. А вот самого Шрека в какой-то момент чуть не сделали классическим мультяшным добряком. По одной из версий сюжета он был милым ограм, мечтающим стать рыцарем. Отстой. Ну прям были ты ты. Только веселее. Позже от этой идеи отказались, потому что такой фильм получился бы чересчур похожим на диснеевские сказки. В то время как оригинальная книга Стейга наоборот переворачивала жанровые тропы сказок с ног на голову. Сюжет начал обретать знакомую форму с приходом режиссёров Эндрю Адамсона и Вики Дженсона, также дуэта сценаристов Терри Россио и Теда Эллиута, авторов Алладина, Дороги на Эльдорадо и позже Пиратов Карибского моря. Именно с их подачи в сюжете появился Лорд Фаркуад и квест по спасению принцессы в обмен на спокойную жизнь на болоте. Правда, мотивация у тогдашнего Шрека была несколько иной. Не так давно в интернет слили раскадровку одной из сцен мультфильма, тех времён, когда главную роль всё ещё должен был озвучивать Фарли. В ней Шрек и... Какой же офигенный получился Шрек. А в русской озвучке... Да, в русской озвучке вообще. ...и осёл, которого уже озвучивает Эдди Мёрфи, лежат около костра и обсуждают свой поход. Осёл не понимает, зачем Огру помогать очевидно недобросовестному Фаркуаду. Шрек отвечает, что он хочет обрести свой дом, чтобы потом завести там семью. Огру боится подвести родителей и переживает, что никто не пытается узнать его поближе и видит только страшное зелёное чудище. Осёл отвечает, что он при первой встрече увидел гораздо больше. Эта милая сценка показывает важное отличие того Шрека от героя мультфильма 2001 года. Знакомый нам Огру уже давно разочаровался в обществе и больше всего мечтает просто от него изолироваться. Да, Ахмед, да. Есть лишь я и моя топь. Шрек образца 90-х же всё ещё молодой зелёный великан, который не потерял надежду, что его смогут принять таким, какой он есть. Он ранимый, чувствительный, мечтает о любви и семье. Легко представить, что это более молодая версия того самого Шрека, с которой позже произошло что-то плохое. И поэтому герой решил зарыть все чувства в себе и уединиться в болоте. На этого Шрека очень сильно повлияла личность озвучивавшего его актёра Криса Фарли. Фарли был звездой шоу Saturday Night Live, а в 90-х начал играть главные роли в кино, в том числе в успешных комедиях у Валентоми и Ниндзя из Беверли Хиллз. При этом сам он страдал от проблем с самооценкой из-за избыточного веса и переживал, что из-за физических особенностей никто не воспринимает его всерьёз. Боль Фарли перекочевала в анимационного Шрека. Та ранняя версия героя была своеобразным отражением того, что чувствовал актёр в то время. Судя по всему, тот Шрек получился бы более эмоциональным и уязвимым, но узнать это наверняка, увы, было не суждено. Фарли умер в 97-м году от передозировки наркотиками, успев записать по разным сведениям от 80 до 95% озвучки. Перед создателями мультфильмов стал непростой выбор, либо искать способы доделать картину без Фарли, либо начинать весь процесс озвучки сначала. Было решено сделать второе, авторы сочли, что продолжить работу без Фарли будет как минимум неуважительно по отношению к памяти актёра. Среди новых кандидатов на роль Шрека был, например, Николас Кейдж, но в итоге роль досталась Майку Майерсу, коллеге Фарли по СНЛ. Тот принёс с собой новое видение героя. Шрек стал угрюмым работягой, который больше всего на свете хочет, чтобы от него просто все отстали. А ещё у героя появился шотландский акцент. Причём не сразу, идея пришла Майерсу, когда фильм уже был целиком озвучен. Пришлось возвращаться в студию и вновь записывать всё с самого начала. Ебать. Тогда же Шрек изменился внешне и принял уже нынешний образ, уже не напоминающий покойного Фарли. А сам фильм, наконец, нашёл свой ироничный тон, с отсылками на поп-культурные хиты вроде «Матрицы» и местами совсем не детским юмором. Держу пари, у него крошечный аула. Это заслуга даже не только Майерса, хоть тот и много импровизировал с Эдди Мёрфи во время озвучки. Например, весь диалог про слоёные торты актёры придумали сами на ходу. Это труд и аниматоров. Создатели периодически делали на студии тестовые показы ранних версий Шрека, для того же Катценберга, Спилберга и простой аудитории фокус-групп. На одном из таких зрителям продемонстрировали открывающую сцену мультфильма, где Шрек читает сказку, а затем выдирает страницу, чтобы вытереть ей зад. Зал разразился хохотом, и в тот момент авторы картины получили карт-бланш делать из Шрека полноценную комедию в духе того, что ни за что не могло бы появиться в диснеевских сказочках. Угадайте, кто от этого был в восторге больше всех? Шутки придумывали всем коллективом. Кто-то из художников брал одну сцену, решал, что в ней будет происходить, а затем перед коллегами и даже главой DreamWorks Катценбергом разыгрывал эпизод, сам озвучивая все роли. Если коллеги смеялись, шутка проходила в фильм. В 2001 году Шрек наконец добрался до экранов спустя 6 лет сложного производства. От фильма не ждали больших кассовых свершений, потому что уровень экспериментальности был высок, но он заработал почти 500 миллионов долларов по миру при бюджете в 60. А затем еще и получил первый в истории Оскар за лучший анимационный фильм. Прежде этой номинации просто не существовало. По живым всем, я здесь до среды! Шрек стал символом целой эпохи. Круто, да, когда ты создал что-то, из-за чего даже целую номинацию придумали там? Мало какой другой анимационный фильм тех лет настолько точно... Чтобы тебя наградить. Вот настолько ты крутой. ...попадал в дух времени. К началу нулевых люди стали заметно уставать от классических мюзиклов Дисней. И тут выходит фильм, который едко показывает средний палец устоявшимся каноном. Никаких оригинальных песен... В детстве не понимал некоторых взрослых шуток. А потом, когда посмотрел еще раз, будучи взрослым, охуял эту охуенность этого мультика вдвойне. Короче, вообще мультики, они напиханы. Такой прям штуковины. Вот в какой-то момент их пропихивают и оставляют там. Ребенок не поймет, а случайный взрослый, да. Например, Эй, Арнольд, была одна сцена, ебанутая на самом деле, которая в детстве была похуй, как какой-то просто вброшенная хуйня какая-то непонятная. А потом она начала восприниматься по-другому. Если помните, там Арнольд заходит со своим другом, вот этим темнокожим. Они забегают в автобус, что-то там у них происходит, они выходят, и у них завязывается диалог с водителем автобуса. И они у него чего-то спрашивают, и водитель автобуса начинает рассказывать, как он любил девушку, у них все было типа хорошо, он был что-то на войне или что-то такое, он вернулся и стал ей не нужен, потому что он там что-то не мог делать уже, то ли ранение получил, и что она на него забила хер и ушла вообще к другому челу, который смог ее там жизнью типа нормальную сделать, но она его бросила, потому что вот это вот это, и поэтому он теперь такой грустный, расстроенный и так и живет. И все, и этот диалог, он происходит просто как вот, ну, он вообще к теме серии никак не относится. Персонаж вообще двадцатистепенный, то есть это просто болванчик из этого мира. И этот мини-диалог просто вставлен даже немножко не в тему, то есть это вообще у них вообще не про это, и это было просто вот мимо, блядь, там проходя, это вот зацепка за эту штуку. Но! Ну, то есть вот так вот, и таких штук во многих мультиках очень много. Типа очень много вот таких чисто взрослых тейков, которые впиханы, которые ребенок, но он не то что не поймет, он вообще похеру на это. Да, он ногу потерял там. А в чем смысл диалога? Ну, смысл диалога в том, что чел поделился с ними, почему он несчастен, и какое горе у него произошло, и почему произошло. Что вот такое бывает в жизни, что женщины там уходят, и уходят, потому что ты больше не нужен, и что ты не можешь делать. То есть чувства не имеют значения. Имеет значение то, насколько ты можешь закрывать потребности вот здесь и сейчас. И если ты не можешь их сделать, потому что стал инвалидом, и стал меньше зарабатывать, или еще чего-то, твоя личность, она не поменялась никак. Но ты больше не можешь делать тех вещей, которые помогают держать там уровень жизни определенный, или еще чего-то. И вследствие этого ты просто стал не нужен. Хотя ты все тот же чел, такой же веселый, так же мыслишь, у тебя так же выглядит лицо, и так далее. Но ты по каким-то причинам не можешь делать что-то, к чему там она привыкла. И поэтому ты не нужен. То есть не имеет значения все эти чувства и прочих у них. Какого значения? Это все хуйня. Вот такой вот диалог. Здесь Шрек выносит дверь туалета под зажигательный хит Смэш Мауф и грустит под инди-балладу группы Илз. Герой ворчливый монстр, злодей почти буквально сама студия Дисней, живущий в тематическом парке, тиран, издевающийся над сказочными персонажами. Не зря ходят слухи, что лицо Фаркута списано с внешности Майкла Айснера, тогдашнего главы компании Дисней. Но что еще важнее, за всеми постами, низкими приколами и эксцентричными шутками, Шрек умудряется рассказать историю, которая во многом более взрослая и трогательная, чем у классических картин Дисней. Если задуматься даже в красавице и чудовище, героиня все равно в награду за свою искреннюю любовь получает неземного красавца. В Шреке никаких красавцев быть не может, внешне непривлекательные огры это и есть истинная форма Шрека и Фионы. То есть Дисней учит любить не за внешность, но все равно дарит внешность в подарок своей героине, а Шрек учит любить не за внешность и остается верен слову до конца. Мы не знаем, каким мог бы выйти Шрек, если бы его в 90-х экранизировал Спилберг, если бы вы решили сделать с помощью Motion Capture, если бы не умер Крис Фарли или на роль согласился Николас Кейдж. Все эти версии уже потеряны во времени, как улетевшая в небо надутая жабка. Зато тот Шрек, что остался, уже никуда не денется и вряд ли мы можем желать чего-то большего. Аплодисменты. Классно. Прикольно было посмотреть, каким бы мог быть Шрек. Вот эти вот наработки и так далее. По крайней мере, потому что я сейчас увидел со стороны, именно увидел со стороны. Мы, конечно же, не можем судить, был ли бы другой Шрек хуже. Но мы не можем. Все-таки это просто наработки и непонятно. Может быть, там по-своему тоже была бы крайне крутая история. Она, конечно, не была бы такой смешной, но она была бы крутой в другом понимании. Однако, то, что мы получили, конечно, пока ощущается гораздо круче, чем, но вы поняли. Субтитры сделал DimaTorzok.